Телекомпания Веневисьон Яхайра Орта и Адольфо Кубас в фильме «Милый враг». В фильме снимались Рауля Мундарай, Розита Васкис, Иоланда Мендес, Кристина Реес, Валентина Парага и другие. По роману Кристины Овен и Эстрелии Кастельяно. Главный продюсер Сандра Фиобо. Режиссер Рафаэль Гомес. Знаешь, тебе повезло. Ты легко отделался, но несколько недель будь осторожен, и тогда все будет отлично, Панчо. Это самый трудный, доктор. Разве этот священник может усидеть на месте? Он ведет себя, как ребенок. Ты не прав, Панчо. Понимаю, с этим тяжело смириться, но с годами организм изнашивается, и переломы в твоем возрасте – дело серьезное. Тебе уже не 20 лет. Пойми это и стань серьезнее. Все правильно, мой дорогой Скулап. А у меня молодая душа. Есть старики, которые чувствуют себя подростками и даже начинают ухаживать за девушками. Салют, компаньон. Садись. Это невероятно. Я до сих пор не могу поверить. Представляешь? Менее чем за два дня мы продали картину на 2,5 миллиона болейберов. И у нас еще есть возможность дойти до 3 миллионов. Эта картина до сих пор не продана. И меня это немного удивляет. Действительно странно. Из всех картин это мне кажется лучшей куку. Ты так считаешь? Неожиданный цвет, форма. Улисс говорит то же самое. Хорошая картина, но не настолько. И потом я все равно не собираюсь поощрять выходки этого Улиссса. Осторожно, ты говоришь о лучшем друге – моего мужа. Это ты будь осторожна со своим мужем, потому что у него плохо с мозгами. И есть ли у него в друзьях такой мерзкий тип, как Романа Улиссса. Что у тебя с Улисссом, куку? Почему он тебе так не нравится? Мне он показался обаятельным мужчиной. Конечно, не обаятельнее Хулиаса Сара. Компаньон, вы помирились. Ты выглядишь счастливой. Ты права. Я по-настоящему счастлива, куку. Расскажи, как у тебя с Даниэлем? Хорошо, но, если честно, не знаю, не знаю, что со мной происходит. Даниэль – очаровательный человек. Вежливый, предупредительный. Он прекрасно выглядит, хорошо сохранился. Ты знаешь, чего мне стоило завоевать его? Но теперь, когда он мой, у меня как бы пропал интерес. Улисс, подруга, может, этот идиот Улиссс прав? Прав в чем? Ну, что зовет меня Антарктида? Не смейся, подруга, ты серьезно? Я чувствую, что холодна с ним. Он не вызывает у меня ни малейшего желания. Не знаю, подруга, может, я действительно фрегитна? Только, пожалуйста, не смейся надо мной. Меня это, правда, волнует. Вот мы здесь, худышка. Да. Мы здесь. Говори, зачем он тебе нужен, если я все-таки нужен? Филиппе, я хочу поблагодарить за ваше благородство. Я даже не предполагала, что вы такой невежда, такой неотесанный, такой пошляк, способны на благородный поступок. Ну, как тогда в отеле. Да, слушай, я не понимаю, ты мне льстишь или обзываешься? Я должна была сказать вам об этом. Вы другой. Вы не такой, как все мужчины. Потому что любой бы в этой ситуации воспользовался мной, моей слабостью, моим одиночеством, моей тоской. А вы нет, Филипп. Таких мужчин, как вы, уже не остались. Вы сломали мое представление о современной морали. Ну, так что, Филипп Игванипа? Кем ты оказался в этой истории? Джентльменом? Или ослом? Не знаю. Вот я и говорю, что ты можешь знать о женщинах, если у тебя их было пять? Ничего, поэтому пять раз ошибался. И буду ошибаться снова и снова, пока существует женщина. Любовь. Любовь – это гормональная потребность. И самая большая глупость – это желание разделить с женщиной свое одиночество. Неправда. Что с тобой, Головастик? Любовь – это богатство, это понимание, хотя и тревога тоже, и неприятные ощущения в желудке. Верно. Как у тебя было с той толстушкой? Робин, сделай должение. Дай мне виски. Вы здесь? Умни, Геррера. Как дела? Мы здесь говорим о глупостях. А ты откуда пришел с таким счастливым лицом? Прошу тебя, пожалуйста, только не говори ту смешную фразу, ну, одну из своих любимых. Иначе клянусь, я уеду из этой страны. Представляешь, парень еще верит в любовь, счастье. Даже противно. Нет, минутку, минутку. Тебе придется покинуть эту планету, потому что он здесь не один, кто верит в слова, которые тебе так противны. Это чудесное ощущение, и хотелось бы, чтобы оно длилось вечно. Я чувствую, что счастье это нечто похожее на зорница, оно так непродолжительно, но очень хочется растянуть такие моменты на всю жизнь. Правда, не успеешь опомниться, как все позади. И ты возвращаешься в реальность, начиная от ссоры, недоверия. Я спрашиваю, Коко, такое происходит со всеми? Вне всякого сомнения, я люблю Холио и чувствую, что не могу без него жить. Но клянусь, иногда мне хочется его убить. Позволь заметить, что Холио Сессаро хочется сделать то же самое с тобой, потому что вы не похожи на голубков. И это заметно. Честное слово. Надеюсь, мы будем снисходительны друг к другу, потому что тяжело жить, когда тебя постоянно лихорадят. Подруга, меня пока это чувство не коснулось. И я не испытываю ничего подобного. Ты говоришь, серьезно, Коко? Ничего-ничего? Ничего, подруга. Как дочь Холио Сессара могла убежать из дома. Дело в том, что Лаура ничего не нашла лучше, как рассказать ей о своем побеге из дома в детстве в похожей ситуации. Ты же знаешь, дети, они слушают, а потом делают то же самое. Насколько я понимаю, Лаура не любит ни детей, ни животных, ничего, кроме денег и богатства. Может, она стала человечнее после смерти мужа. Она очень подружилась с Клаудией. И это, надо тебе сказать, Панчо, непросто. Меня тоже очень удивляет ее дружба с дочерью Холио Сессара. Мне бы хотелось знать, что за этим стоит. Панчо, неужели ты сомневаешься в искренности племянницы? Не знаю. У тебя есть что-то странное в этих переменах. Знаешь, пожалуй, Вики сделала ошибку, взяв к себе Лауру. Видишь, какие дела, Головастик? Я никогда не думал, что смогу вырвать из памяти Карину. Но смог? Я тоже не думал, что такое возможно. Карина из тех женщин, которых, если любишь, то на всю жизнь. Выпьем за память Карине. Должен вам заметить, что мы становимся скучными, меланхоличными, наитиками. А это не дело. Говорить о Карине не означает говорить о грустном. Карина показала этому умнику, что такое любовь. Разумеется, это так. Но ведь и тебе тоже. Я же знаю, что ты ее любил. Да, это верно. Ты везучий человек, Хулио. У тебя всегда все вовремя. Посмотри сейчас. Ты женат на этой красотке Виктории. Выпьем за Викторию. С удовольствием за прекрасных Мадам. Падро, я очень упрямый. Врач сказал, что вы должны соблюдать покой. Рука не должна двигаться. Не обращайся со мной как с инвалидом. Я не инвалид. Вам нравится ворчать? Вы прямо как из Ватикана. Епископ с шофером и прочими почестями. Шофером похожим на чучело. Почему? Что плохого в моей одежде? Ничего. Пошли в дом. Нет. Вы что, такое чучело, как я, и пойдет в дом Герреро? Нет, лучше я останусь здесь. А вы идите с Богом. Добрый день, подрандуэсо. Добрый день. Значит, вы дядя этих захватчиц. Что вы сказали, сеньора? Я думаю, вас плохо проинформировали. Я дядя хозяйки этого дома, и я спросил о ней. Я не поняла, что вы сказали. Единственная хозяйка этого дома я, но я по-прежнему остаюсь сеньоритой. Простите, мы с вами уже где-то встречались? Не думаю. Тогда извините за настойчивость, но мне знаком ваш голос. Вы никогда не были в моей церкви, преображение Господне. Вы двое займетесь освещением. Ничего не упустите. давайте, ребята, пошевеливайтесь. Мы должны все закончить в субботе. Мы не рабочие, не строители. Этот священник хочет научить нас работать. Давайте поднажмем, мне нужно подводить дядю. Я буду знать, доволен ли он. Давайте, ребята, за работу. Тони, возьми краску. Только что прибыла самая блистательная личность. Твой кореш Эдгар. В чем дело-то, Нита? Пойдешь с нами? Или кинешь своих дружков? Он отсюда не уйдет, он останется здесь. Посмотри, кто это говорит. Командант Эдгар. Залатанный испанец. Что ты сказал, Олега Фрэн? Как некрасиво прозвучало. Да он просто идиот. этот испанец напрашивается. Давайте ему покажем. Командант, дайте я его сломаю. Ну так что, своя кто Ниту? Или ты пойдешь со своими близкими друзьями? Или твоя жизнь сильно сложнится? Это рецепт моей бабушки. Дай бог ничего не забыть. Здесь все, что ты просила. А для этого торта не нужна корица? Да, да. Конечно, питы во все торты добавляют корицу. Сейчас посмотрю, есть ли она у нас. Но ее не покупали. Да, у нас ее нет. Ничего, я сбегаю в лавку и куплю. Без нее не обойтись. Сходи, Пита, действительно. Сейчас принесу. Ты ее очень любишь. Да, я ее люблю. Она единственная, кто у меня остался. Няня Пита. Она выросла в доме моих родителей, потом растила меня, потом моих детей. Как же мне ее не любить? Слава Богу, что она у меня есть, а то меня бы убило это одиночество. Полагаю, ты говоришь так из-за своих дочерей, Вики и Марии Лауры. Да. Если бы они знали, как нужны мне. Да, представляю. Однако, Алма, они такие разные. Мария Виктория порывистая, гордая, как отец. А Мария Лаура холодная, эгоистичная и такая... Договаривай, не бойся. Завистливая. Ты это хотела сказать? Мне тяжело согласиться с этим, но это так, и я не понимаю, почему, ведь я дала ей все то же, что и остальным моим детям. Более того, она всегда пользовалась особой привилегией. Я ей отдавала больше, заботилась о ней больше, больше, чем о других детях. Не знаю, в чем я ошиблась, но, скорее всего, она унаследовала это от своей матери. Пожалуй, это так. Алма, почему ты так говоришь? В чем дело? Что тебя так взволновало? Я люблю Викторию Индуэсу, но, признаюсь тебе, как другу, я ее боюсь. Страх не дает тебе права плохо с ней обращаться. Кто тебе сказал, что я плохо с ней обращаюсь? Послушай, Герреро, я видел, как эта женщина рыдала. И, поверь мне, не от радости, она плакала из-за тебя. Я право ли? И, конечно, ты был готов утешить ее. Или ты думаешь, я этого не понял? Все, все, успокойтесь. Головастик Улисис, джентльмен, мы все это знаем. Я слишком хорошо знаю эти трюки джентльмена. Он часто применял их к Карине и сейчас пытается делать то же самое с Викторией. Может, ты будешь отрицать, что тебе нравится моя жена? Мяня Пита, Вика дорогая, красавица, как ты? Поправляюсь после бронхита. Но ничего серьезного, старость и радость. Хочешь увидеть маму? Да, дорогая? Я так хочу. Мол, в прошлый раз все было так неприятно. Ты очень обрадуешь бедную Алмиту. Вот что, я желаю тебе удачи. Проходи, дорогая, преподнеси ей сюрприз. Ну, а я пошла в магазин. Удачи, дорогая, удачи. Спасибо, Нине Пита. Иди с Богом. Как тебе объяснить, Наталья? Это очень тяжело. Я уже много лет храню эту тайну. Мне было очень больно узнать о неверности, Антонио. не может быть. Но с кем? Я не хотела знать ее имени. Это было случайное увлечение, все произошло. Когда я уехала с Вики отдыхать, ей было тогда три годика, мы уехали за границу, а Антонио остался один. Думаю, тогда все случилось. Я не вдавалась в детали. А потом он появился дома с ребенком на руках и сказал, что мать умерла. Признался в своей ошибке, просил простить его. и принять ребенка. Ана, и ты согласилась? Конечно, Наталья. Несправедливо, чтобы ребенок расплачивался за ошибки взрослых. она была такая маленькая, розовенькая, беззащитная. У нее сердце разрывалось. Я взяла ее на руки и в тот же самый момент простил Антонио и признал ее своей дочерью. Бог свидетель, я не делал различий между ней и моими детьми. этой девочкой была. Мария Лауна. Значит, Лаура не твоя дочь? Я ее не родила, но здесь сердце она моя. Повторяю, я никогда не делала различия между ней и моими детьми. Никогда. Какая же у тебя огромная способность любить. Ты ни в чем его не упрекнула, просто забыла и начала все сначала. Это же невероятно. Наталья. Мне было трудно смириться с неверностью Антонио. Но я это сделала. Сделала ради любви к нему и к детьмам. Так что, несмотря на свою ошибку, Антонио был образцовым отцом и мужем. Лаура, не мамина дочь. Боже мой, как папа мог так предать маму? Как он мог? Так что, Улиссис, ты собираешься повторять с Викторией то, что проделал с Кариной? С Кариной ничего не было, кроме прекрасной дружбы. Слово за тобой, Хулио. Хочешь, чтобы я стал другом твоей жены или нет? Сеньоры, сеньоры, отелло, Герреро. В чем дело, Хулио? Успокойся. Если хотите ссориться, идите на улицу, потому что здесь я не допущу никаких скандалов. Робин, больше не наливаем. Они становятся опасными. Да, ты прав. Что теперь будут делать эти два идиота? Может, начнете ссориться из-за бейсбольных звезд? Я никогда не коллекционировал звезд. У меня была другая коллекция. Да? А я, кстати, коллекционировал. И по твоей вине так и не смог заполнить свой альбом. Вот так проблема. Этим, оказывается, многие увлекаются. Я дам тебе то, чего не хватает в твоем альбоме из коллекции Бетти Рута. Помнишь, как он бил по мячу? Как битый. Ну, что, своя кто-нибудь то? Или ты идешь с нами, или остаешься с этими сосунками. Он никуда не пойдет. Тонит и останется здесь. Простите, простите, вы наступили на черту. Я наступаю туда, куда мне хочется. Отойди, мне сопляк. Что с тобой? Что? Что ты прицепился к мальчишке? Поговори лучше со мной. Давай, поговори со мной. Спокойно, Маноло. Это потому, что ты дурак связался с таким дерьмом. Минутку, минутку, приятель. Спокойно. Успокойтесь. послушай, что я скажу тебе и всей твоей команде спортсменов. Значит, так-то не так. Я обращаю двух вещей. Предательство и долгов. Либо ты возвращаешь мне мое, либо я вышиву тебе мозги. Лучок. Если ты не вернешь мое, вышиву мозги. Идем. Ты забрался на глубину, не умея плавать, приятель. Так что лучше верни всю дрянь этому типу и развяжи с ними. Это я тебе говорю. Я никогда не была в вашей церкви, Падре. С вашего позволения. Пойду поищу вашу племянницу. Вы вроде как плохо себя почувствовали, сеньорита. Нет. У меня просто сел голос из-за уплотнений в связках. Извините, мне тяжело говорить. С вашего позволения. Это она грешница. Она согрешила. Она зачала ребенка в грехе. Поэтому я не могла допустить, чтобы ребенок остался с ней. Она этого не заслуживала. меня не обмануть. Если я чего и не забываю, так это голоса, а этот голос мне знаком. как же хорошо. Добрый день, сеньорита. Кто вы? Что вы здесь делаете? Я приехал со священником на его машине. Ну, что за вид? Уйдите отсюда, пожалуйста. Уходите, уходите. В гостиной тебя ждет твой дядя, священник. Ты собираешься предстать перед ним в таком виде? Успокойся, если не надену. Зануды. А вы кто? Я шофер священника. Очень приятно, сеньора. Ладно, Наталья, думаю, не надо говорить о том, чтобы ты не молчала. Дети ничего не знают, особенно Мария и Лаура. Пожалуйста, Алма, я на такое не способна. Не зря мне казалось, что Мария и Лаура не похожи на остальных. Да. Наверное, Пита забыла ключи. Сейчас приду. Мама, Вики, Вики, дорогая, девочка моя, мама, спасибо, что ты приняла меня. Правда, спасибо. Как я могу тебя не принять? Это твой дом, а я твоя мать. Как хорошо, что ты пришла. Я думала, что ты не захочешь меня видеть, поскольку считаешь предательницей. Я так сказала сгоряча. Но я люблю тебя, дорогая, очень люблю. скажи еще раз, я тебя очень люблю. Мама, ты не представляешь, как я рада слышать эти слова. Они мне так нужны. А какие еще слова может сказать мать, любящая своих детей? Я люблю тебя. Я тебя тоже, мама. Несмотря на то, что ты вышла замуж за моего врага, я люблю тебя. для тебя всегда будут открыты двери этого дома и мое сердце. С вашего позволения я уйду. Вам нужно о многом поговорить. Пока, Вики. Пока, Натя. Пока, Натали. Дорогая моя девочка. Лаурита, ты меня приятно удивила. Я хочу поздравить тебя с тем, что ты сделала для мамы. Ты решила большую проблему и она тебе очень благодарна. Только ей больно, что ты не живешь у них вместе с братом и сестрой. Нет, это место не для меня. А это для тебя? Я знаю, к чему ты клонишь дядя. уверен, ты осуждаешь меня за то, что я живу в доме Вики, ведь я всегда так плохо к ней относилась. Да, да, вот и так. Дядя, я действительно плохая, но моя жизнь потерпела крах. Хулио и Вики были так добры, они мне очень помогли. Благодаря им я смогла оправиться от горя в связи с потерей мужа. И потом, дядя, я хорошо себя чувствую в этом доме. Мне спокойно и я рада, что я помирилась с Вики. Я правда этого всегда очень хотела. Приятель, послушай меня, завяжи с ними, пока еще не поздно. Манула. Привет. Ладно, поговорим завтра. Спасибо. Спасибо. Расскажи, как у тебя дела. Тонито. Вики. Вики. Я знаю, что вы умираете от желания обнять ее. Обнимите. Сестричка. Луси, девочка. Малышка. Как дела? Я по тебе скучаю. Ты вернешься к нам? Нет, Луси. Теперь я замужняя женщина и живу с мужем. Конечно. Конечно. С человеком, который погубил папу, по вине которого мы живем в этой дыре. Тонито, успокойся, дорогой. Пожалуйста. Не успокоюсь, мама. Я никогда не прощу этого предательства. Никогда. Тонито, это твоя сестра. Тонито, Тонито. Я даже знаю, что теперь ты полюбила детей. Дядя, они такие прелестные. Баловни бога. Ты ведь так говоришь? Дядя Лаура, я тебя искала. Давай поиграем с Горби. Хочешь? Дорогая, сейчас я не могу. У меня гости. Дядя Панчо, это Клаудио. Привет, дядя Панчо. Меня зовут Клаудио Герреро. Я дочь мамы Карины и папы Хулио. Это тот самый падр, которому я исповедовалась. Не может быть. Похоже, это заговор против меня. Зачем я это сделала? Зачем? Спокойно. Надо быть похитрее. Я должна завоевать доверие Марии Лауры. Чтобы Хулио Сосар никогда не узнал, кто его настоящая мать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет, дорогая. Добрый вечер, сеньора. Сюрприз. Я привел сюда своих дорогих головастиков. Да, сеньор. Самые лучшие друзья, которые у меня были. Не были, а есть. Потому что мы еще живы. Да, конечно. Хулио Сосар Ты, кажется, немного перепел. Нет, нет, нет. Нет, не немного, дорогая. Не немного. Мы в стельку пьяны. В стельку пьяны. Это мы виноваты. Мы заставили его пить. Не представляю, с чего нам это стоило. Он все упрямился. Упрямился. Правда? Правда ли, головастик? Да, да. Успокойся. Оставь свою агрессивность. Я в присутствии товарищей официально прошу вас прощения. Дело в том, что мы давно не виделись. Вот и результат. Он пьян. Он пьян. Представляешь, Вики, все как прежде. Мы встретились, пошли разговоры, и мы немного перебрали. Развязали языки, забыли о культуре, потратили много денег и напились. Все, все платили. Обязательно нужно все испоганить. В чем делали? Нет, нет, нет. Все, что мы потратили, не имеет отношения к нашей большой дружбе. Минутку. Минутку, сеньоры, минутку. В чем дело? Ты сошел с ума? Из тебя получился полицейский. Неужели мы будем пить виски в чужом доме? Я за рулем и знаю, когда надо остановиться. Вы плохие, ужасно плохие. Уходим. Придется меня арестовать, потому что я не хочу уходить. Замолчи, брат, смотри, я правда теперь услышал. Пока, головастики. До свидания. Спасибо. Спасибо, Виктория. Спокойной ночи. Пошли, не толкай меня. Я надену на тебя наручники. Это семейный дом. Уважайте его. А теперь мы с тобой поговорим, но в комнате идем. дорогая. Все, что ты говоришь, правда. Не спеши, а то я упаду. Посмотри туда. Иди, иди, Хулио. Я смотрю в зеркало. Послушай, головастик, я дам тебе совет. Помалкивай, иначе у тебя будут серьезные проблемы. почему? Почему? Потому что Хулио СССР, Хулио СССР понял, что ты положил глаз. Я на нее смотрел, 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 как смотрит художник на свою модель. Ты меня понимаешь? Я эстет. Что ты? Эстет. Она такая красивая. Такая красивая. Даже дрожь пробирает. Послушай меня. Проблема не в том, болтун я или нет. Проблема в том, что я всегда опаздываю к женщине своей мечтой. Не говори так. Не знаю почему, но Хулио СССР всегда приходит раньше. Это произошло с Кариной, а теперь происходит с Викторией. Какой я несчастный, да? Спокойно, ты не несчастный. Ты молодой, умный, здоровый. А теперь я дам тебе еще совет. Прости. Скажи им, в чем дело? Что с тобой, Голостик? Хватит смеяться. Послушай меня. На чужой каравай рот не разевай. Понял? Ладно, куда мы едем? Куда тебя-то везти? В храм красоты. Куда? Сегодня я увидел красоту. Ладно, поехали. Поехали. Как не стыдно приходить домой в таком состоянии. Представляешь, если бы тебя увидела Клауди, Хулия? Если ты не откажешься от этой дурной привычки, я тоже что-нибудь придумаю, чтобы восстановить равновесие. не ругай меня, дорогая. Иди сюда. Давай любить друг друга. Давай будем счастливыми. Отстань, Хулио, Сосар. Я не хочу иметь дело с пьяным. Если ты еще раз придешь домой в таком виде, я не открою тебе двери. Будешь спать в саду. Если не откроешь двери, если не откроешь двери, значит, что произойдет? Я начну выть, как побитый пес, и в этом доме никто не сможет заснуть. Все проснутся, а я буду скулить, как брошенная собака у входа в дом. Хулио, ты сумасшедший, дорогой. Как и твои пьяные дружки, начиная с Улисеса. Улисес. Улисес. Ты знаешь, что он был тайным обожателем моей покойной жены Карины. Он тебе нравится? Ради Бога, Хули, что за вопрос? Не понимая, чем этот мерзавец очаровывает публику? Люди останавливаются перед его картинами, они застывают. Если откровенно, со мной происходит то же самое. Не могу поверить. Здесь более двух миллионов боли равноличными. Коко деньги не приносят счастья, но делают немного счастливее. и все благодаря Улиссу Сураману. Имея столько денег в руках, я начинаю его признавать. Почти. Что-то я разговаривалась, взывая к дьяволу. Но я поставлю его на место. В чём дело? Ледяное пространство Антарктиды пришло заморозить мой праздник. Ты не понимаешь, что эта музыка для меня как контакт с божественной силой. Да? Да, она для меня всё. Насколько я вижу, твоя божественная сила немного глуховата, раз ты сделал так громко. И потом, по-моему, ты взывал к Бахусу. Ты оказал ему большую честь. Да. У меня была встреча с Бахусом и с друзьями юности. И знаешь, мы пили, пили и пили и говорили о любви, о красоте. скажи мне, красивая женщина, что ты думаешь о любви с первого взгляда? Похоже, Холио не будет есть. Этой ночью у него, его пылкой жены, будет очередной сеанс признаний. Сомневаюсь, синьорита Розаура. Совсем недавно его привели друзья, он был пьян. Это ложь, Терресита, папа никогда не набивается. Конечно, дорогая. Я уверена, что Терресита хотела сказать не это. Иногда взрослые выбивают лишнюю рюмку, особенно, когда у них проблемы. Но ты не тревожься. Если хочешь, давай поднимемся и сама все увидишь. И уже закончила. Сожалею, что опоздала. Извините. Дело в том, что Хулио неважно себя чувствует. Мне пришлось позаботиться о нем. Еще бы. Мы знаем, в каком состоянии он пришел домой. Такого никогда не было при Карине. Конечно. Ведь она не создавала ему проблем. Розаура, вы меня в чем-то обвиняете? Да, и я тоже. Ты создаешь папе столько проблем, что он запил. Идем, Клоуди. С вашего позволения. Терпение, Вики. Терпение. Сейчас в этом доме ты виновата во всем хорошем и во всем плохом. Спокойно, сестра. Вот увидишь, скоро ты завоюешь любовь этой прекрасной девочки, а заодно и этой ведьмы. я тебя очень люблю, Лауре. Знаю, что я тебя очень люблю. Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя. Ты моя сестра. И я люблю тебя. Если бы я не видел сам, то никогда бы не поверил. Меня очень удивляет эта перемена в Лауре. Но пути Господни неисповедимы. И я благодарю тебя за перемену, которая произошла со сбившейся с пути овечкой, какой была моя племянница Лаура. Я опознал Олимп. Я съел запретный плод в райском саду. Я знал красивых женщин, но ни одна так меня не поражала. И я снова спрашиваю, ты веришь в любовь с первого взгляда? И что ты хочешь, чтобы я сказала? Да, я иногда влюблялась, но... Да-да, тебя как бы пронзает луч, который переворачивает душу и всю твою жизнь. Ты оказываешься между до и после и взываешь к чудесному видению. чудесному видению. Но судьба жестока. Да, судьба жестока. Ты мечтаешь построить сказочный замок. Вырастает ледяная гора, которая разделяет твое желание и любимый объект. А может это вовсе не ледяная гора? Почему ты так думаешь? Ты снова пришел первым в Левосесар. Если бы я познакомился с Викки раньше, уверяю тебя, моя жизнь превратилась бы в поэзию. Что? Ты? Викки? Да. Когда я с ней познакомился, на меня как бы снизошло озарение, посланное свыше. Именно свыше. Виктория, Виктория, Виктория. Виктория. Нет. И опять моя подруга. Надо же. Виктория, Виктория. Виктория, Виктория, в немецков Субтитры создавал DimaTorzok